МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречные новости в студии Светланы Теплухина. И коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бережливое производство помогает медикам. Для решения проблемы очередей в городской поликлинике используется производственная система Росатома. Приняли решение о том, что нужно применить навыки производственной системы, инструменты производственной системы к улучшению тех процессов, которые существуют в поликлинике. Самое почетное звание. В преддверии Дня матери в Заречном наградили многодетных мам. Мама – это самый главный человек в нашей жизни. Мама – это тот человек, который дал нам жизнь. Это тот человек, которому мы идем в любые минуты. В минуты радости, в минуты трудности. И долг, и призвание. В период пандемии коронавирусной инфекции зареченские педиатры с честью выдерживают настоящий экзамен на профессионализм. В какой-то момент возникла такая ситуация, что на весь город осталось только четыре участковых врача-педиатра. Я бы хотела очень поблагодарить этих четырех врачей, с которыми мы проработали вместе больше 20 лет, потому что нагрузка на них легла огромнейшей. Ну и теперь подробнее об этих и других событиях. В последнее воскресенье ноября в России будет отмечаться один из самых светлых и трогательных праздников – День матери. Эпид-обстановка не позволяет провести традиционные торжества, посвященные мамам, но и оставить без внимания виновниц торжества невозможно. Церемонии чествования состоялись в камерном формате. Зареченские многодетные мамы приняли участие в онлайн-встрече с губернатором Пензенской области и приняли поздравления от главы города Заречного. Алла Башарина вместе с мужем воспитывает четырех дочек. Старший 21 год, а младшей всего два. Многодетная мама успевает вести домашнее хозяйство и выполнять ответственную работу. Она трудится бухгалтером в комбинате благоустройства. Накануне Дня матери Алла Башарина за активную жизненную позицию и достойное воспитание детей получила памятный подарок от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Ей была вручена брошь в виде незабудки. Этот цветок считается символом постоянства и верности. Спасибо большое. Я не ожидала четверо детей. Это не самое большое количество детей, которые есть в нашем городе. Есть семьи с гораздо большим количеством детей. Но мне очень безумно приятно. Когда у меня было трое детей, мне казалось, что у меня много детей. А сейчас у меня четверо. И мне кажется, что не так уж и много, если честно. Потому что после трех не имеет значения сколько. Слова благодарности в адрес матерей звучали в онлайн-режиме. Глава региона Иван Белозерцев поздравил всех мам Пензенской области во время видеоконференции. Мама – это самое почетное звание, самый высокий титул, который может носить женщина. Для ребенка бессмерт начинается с мамы. От того, что нам нужен свой питья, на самом раннем этапе его жизни зависит, его дальнейшее образование, воспитание, культура, дальнейшая жизнь. В онлайн-празднике, посвященном Дню матери, приняли участие жители нескольких районов Пензенской области, в том числе и Заречного. После официальной части зареченских мам поздравил глава города Олег Климанов. Мама – это самый главный человек в нашей жизни. Мама – это тот человек, который дал нам жизнь. Это тот человек, к которому мы идем в любые минуты. В минуты радости, в минуты трудности. Мы делимся с мамой нашими успехами, мы делимся с мамой нашими проблемами и всегда находим понимание в ее глазах. Олег Климанов наградил медалью «Материнская доблесть» третьей степени многодетных мам города Марину Земскову, Нину Огурцову, Наталью Первых. Семье Светланы и Николая Терпицких был вручен почетный знак главы Заречного за достойное воспитание детей. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». В этом году празднование Дня Матери пройдет в режиме онлайн. Все учреждения культуры на своих страницах в социальных сетях 29 ноября будут размещать поздравления, рассказывать о зареченских мамах. Специально к празднику был подготовлен концерт творческих коллективов. Его горожане смогут увидеть на канале «Заречный» 29 ноября в 15 часов 40 минут. Кроме этого, посмотреть праздничный концерт можно будет и в социальных сетях на страницах Дворца культуры «Современник», Центра здоровья и досуга, Дома культуры «Дружба», Молодежно-досугового центра «Ровесник». В городской поликлинике уменьшились очереди в кабинет оформления больничных листов. Проблему скопления большого количества пациентов, возникшую в МСЧ-59 в условиях пандемии COVID-19, помогла решить производственная система «Росатома». Как работают принципы бережливого производства, увидели мои коллеги. На стене у 135-го кабинета во взрослой поликлинике теперь красуются два ящика. Они служат для дистанционного оформления больничных. Это одно из нововведений в рамках оптимизации деятельности медицинского учреждения. Почти месяц рабочая группа, в которую входят представители городской администрации и производственного объединения «Старт» решает ряд проблем, в частности вопрос очередей. Прошли все на своем опыте, отстояв огромные очереди здесь в коридоре. И, соответственно, приняли решение о том, что нужно применить навыки производственной системы, инструменты производственной системы к улучшению тех процессов, которые существуют в поликлинике. В 135-й кабинет стекаются пациенты от всех врачей, поэтому здесь собирались очень большие очереди. Люди проводили много времени в ожидании. Ни о каком социальном дистанцировании и речи не шло. Представители рабочей группы изучили обязанности регистраторов. Эти специалисты выполняют несколько разных по длительности процедур. Одно из основных решений было разделить потоки людей на быстрый поток и на медленный поток. Соответственно, в кабинет 135А, в котором находится одно рабочее место, один регистратор, туда, соответственно, направились люди на продление больничных листов и на постановку печати. Открытие и закрытие больничных занимает больше времени. Поэтому этим теперь занимаются несколько регистраторов, которые ведут прием в 135-м кабинете. Чтобы реализовать это, понадобилось решить вопрос с нехваткой специалистов. У нас была кадровая проблема, но мы приняли одного человека на работу. Кроме того, нам помог город, выделил двух специалистов из многофункционального центра. После разделения очередей было решено перейти к следующему этапу улучшений. Представители рабочей группы попробовали сделать так, чтобы людям вообще не нужно было заходить в кабинет. В ручном режиме мы попробовали организовать закрытие больничных листов для производственного объединения «Старт» удаленно. То есть человек после посещения врача оставлял документы здесь нам лично. Соответственно, мы их передавали, документы закрывались. После бумаги отдавали наградообразующее предприятие. Сейчас оформить больничные дистанционно могут не только заводчане, но и сотрудники муниципальных предприятий Заречного. Все, что нужно – положить документы в ящик на стене. В один контейнер собирают бумаги представителей производственного объединения «Старт», в другой – больничные листы сотрудников других городских организаций. После обработки вся информация передается в централизованную бухгалтерию. Сначала не все зареченцы охотно соглашались пользоваться улучшениями. Все новое вызывает в пеперасы недоверие. Даже когда мы в ручном режиме стояли здесь в коридоре, и у людей спрашивали, с какого вы организации, и отдайте нам, пожалуйста, ваши документы, мы их оформим. Но кто-то отдавал охотно. Кто-то говорил, нет, я вас не знаю, а вдруг не передадите, а вдруг какая-то будет ошибка. Сейчас горожане начали привыкать к новшествам. Да и пациентов в коридоре стало в разы меньше. Процесс начал отлаживаться. Постоянный контроль со стороны представителей рабочей группы уже не требуется. Сейчас они занимаются решением других проблемных вопросов. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Как удалось добиться результата и какая работа предстоит специалистам по бережливому производству в дальнейшем, расскажет директор управления городского развития и проектной деятельности города Заречного Александр Малышев. Встреча в студии сразу после рекламы. Ну а мы пока продолжим выпуск. Оптимизация документа оборота – это не только удобство для пациентов. Это и большое подспорье для медиков. Чем меньше времени тратится на рутинную бумажную работу, тем больше остается возможностей для помощи пациентам. В сегодняшней непростой ситуации возросли нагрузки не только на тех, кто работает в инфекционном стационаре. Борьбу за здоровье пациентов ведут и терапевты, и педиатры. «Благодарный труд» – так называет свою работу врач-педиатр Ирина Калашникова. Она заботится о здоровье детей, наблюдает, как они растут и добиваются успехов. Все пациенты становятся для нее родными. Есть очень много у меня девушек, да и юношей тоже, которых я лечила в детстве, которые сейчас вышли замуж, женились, и у которых свои дети, и с этими детьми они ходят ко мне сейчас. Профессиональный стаж Ирины Евгеньевны более 20 лет. Но этот год особенный. Медики по всему миру борются с пандемией коронавирусной инфекции. Им приходится решать задачи, с которыми до этого они не сталкивались. В октябре Ирина Калашникова на время приняла на себя руководство детской поликлиникой. Тогда заболели все заведующие и большинство участковых педиатров. В какой-то момент возникла такая ситуация, что на весь город осталось только 4 участковых врача-педиатра. Я бы хотела очень поблагодарить этих 4 врачей, с которыми мы проработали вместе больше 20 лет, потому что нагрузка на них легла огромнейшая. Эти 2 недели были очень тяжелые. Я благодарна, что мне не пришлось никого из этих 4 врачей уговаривать, упрашивать. Все они профессионалы, все они люди с большим стажем работы. И те физические нагрузки, которые они выдерживали, могут выдержать только настоящие профессионалы своего дела, люди, которые действительно не случайно оказались в этой профессии. Они разделили территорию города на 4 части и взяли на себя ответственность за здоровье сотен зареченских детей. Бывали дни, когда число вызовов доходило до нескольких десятков. И каждого пациента нужно было посетить, осмотреть, назначить лечение. Всем маленьким зареченцам педиатры своевременно оказали помощь. Это Карпычева Ольга Юрьевна, Парфенова Оксана Юрьевна, Ажнова Ольга Владимировна и Федешова Татьяна Васильевна. Без них мне бы было очень тяжело принимать какие-либо решения дальше. Хотелось бы также поблагодарить врачей дошкольно-школьного отделения, которые тоже пришли нам на помощь, откликнулись, так сказать. Они приходили, вели участковые приемы, когда врачи ходили по домам, по вызывам. Это доктор Ликучева, доктор Григорьева и доктор Денисова. Плечом к плечу с участковыми педиатрами работают медсестры. Более 20 лет Ирине Калашниковой помогает Анастасия Сумбаева. Пандемия и ей подкинула новые задачи. Теперь в обязанности Анастасии Михайловны входит брать мазки на коронавирусную инфекцию на дому. Очень сложно было привыкнуть к защитной экипировке, признается она. Маски мы одеваем двойные, еще и очки, и костюмы сами по себе. Очень мало пропускают воздуху, очень тяжело. Мы потом уже привыкли постепенно. Особенно тяжело подниматься на этажи, на пятые этажи. В октябре Анастасии Сумбаевой приходилось выполнять до 60 ПЦР-тестов в день. В ноябре ситуация уже не такая напряженная, объясняет Анастасия Михайловна. Сейчас вернулась к привычному режиму работы и Ирина Калашникова. Как и прежде, принимает пациентов, общается с ними и их родителями, поддерживает советом и добрым словом. Она всегда совершенно точно знает, что нужно делать. А это родителям очень важно, потому что очень переживает же своих деток всегда. У меня была ситуация, когда Ирина Евгеньевна своим словом, своим вниманием и заботой очень сильно меня поддержала. Я ей очень благодарна за это. Такая благодарность дорогого стоит. Душевное тепло и искренняя привязанность пациентов и их семей – то, что поддерживает врачей, дает им силы справляться со всеми трудностями и продолжать следовать своему призванию – помогать людям. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Зареченцы, проходящие амбулаторное лечение от ковид-инфекции, начали получать бесплатные лекарства. Их пациентам с недавно установленным диагнозом доставляют на дом сотрудники медсанчасти. Все подробности о порядке выдачи медпрепарата в составе лекарственного набора и методике его выписки в интервью нашему корреспонденту рассказал начальник медико-санитарной части номер 59 Андрей Капустин. Это противовирусные препараты, жаропонижающие и при необходимости антибактериальные препараты. В соответствии со схемой лечения. Основная первая схема лечения идет с легкой степенью ковид – это орбидол, грипферон и парацетамол. И вторая схема лечения – это фавиперавир, но мы получили аналог этого препарата – ореплевир, но это просто торговое наименование – тоже фавиперавир, также грипферон и парацетамол. Пока получили 4 наименования, объем относительно небольшой, но дело в том, что эта заявка будет обновляться еженедельно, поскольку пациенты, так скажем, часто обновляются. И еженедельно будем получать данные препараты из областного центра специализированных видов медицинской помощи. Если взять всех пациентов, то их 160 человек, те, которые на сегодняшний день болеют ковидом и лечатся на дому. И в дальнейшем, по мере появления новых пациентов, соответственно, мы будем свою потребность в этих медикаментах формировать заново, еженедельно. И, соответственно, этой потребностью у нас в медицинской области будет обеспечивать этими препаратами. За ними приходить в аптеку точно не надо, даже если у вас установлен диагноз ковид-инфекциям, пациенты получают их на дому, доставлять их будут наши медицинские работники. Единственное, есть четкое ограничение, то есть обеспечиваются пациенты не с подозрением на ковид-инфекцию и не с острой респираторной инфекцией, а только с подтвержденным, лабораторно подтвержденным случаем ковида. Будут назначаться препараты только тем пациентам, которые он был установлен буквально вчера и сегодня. Тем пациентам, которым был диагноз установлен неделю назад и более, эти препараты назначаться не будут. Да и препараты против вирусные, они обладают тоже такой спецификой, что они назначаются все-таки в первые сутки заболеваний. Принимать, когда человек уже болен две недели или полторы недели, смысла никакого нет. И подробнее о ситуации с коронавирусом в стране и области. Согласно данным Оперштаба по борьбе с распространением инфекции, в России впервые выявили больше 27 тысяч случаев ковид-19 за сутки. РИА Новости уточняет, что 27 ноября в 85 российских регионах зафиксировали рекордные 27 543 факта заражения коронавирусом. На первом месте по числу новых заболевших Москва. За ней идут Санкт-Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская области, а также Карелия, Архангельская область и Хабаровский край. Таким образом, с весны в России выявили свыше 2 млн. 215,5 тысяч заразившихся ковид-19. Из них 38,5 тысяч скончались. Более 1 млн. 712 тысяч вылечились. В Пензенской области за минувшие сутки подтверждены 160 фактов инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся за весь период превысило 19 700. Из них почти 16,5 тысяч выздоровели. 461 человек скончался. Как уточняется на официальном портале регионального правительства, 104 пациента с ковид-19 выявлены 27 ноября в Пензе. От 1 до 14 в 8 районах области и Заречном. Среди заболевших 21 ребенок в возрасте от 1 месяца до 16 лет. В нашем городе за минувшие сутки подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом из числа ранее выявленных. Мы продолжаем серию репортажей, посвященных 75-летию атомной промышленности России. Сегодня мы поговорим о подготовке специалистов, которые будут трудиться на атомных предприятиях. Работа с кадрами начинается со студенческой скамьи. 75 лет атомной промышленности. Крутым айтишником можно стать, не выходя со студенческой скамьи. В Нижнем Новгороде для этого есть все условия. Главный айти-интегратор атомной отрасли компания «Гринатом» запустила уникальную программу стажировки. Она рассчитана на студентов технических специальностей, которые хотят связать свою жизнь с айти-технологиями. При этом большой опыт совсем не обязателен, тебя всему научат. Главное – желание учиться и стать частью большой семьи специалистов. Мы можем со студенческой скамьи людям показывать, как работает большое подразделение по сопровождению и развитию больших инвестиционных систем. Мы можем учить их и вкладывать в них те знания и инвестиции для нас, чтобы, когда они выпустятся, они уже были готовыми специалистами, боевыми единицами, решающими какие-то настоящие живые задачи. Чтобы стать частью программы стажировки «Гринлаб», сначала нужно подать заявку на предстажировку. В этом году участниками стали порядка 200 человек. Затем начинается месячное обучение с поэтапными заданиями, по результатам которого выбираются лучшие студенты, которые получают возможность пройти оплачиваемую стажировку в «Гринатоме» и бок о бок поработать с высококлассными специалистами. Стажировка проходит в режиме обучения на реальных задачах. Они являются полноценными сотрудниками организации и они начинают погружаться уже в боевые задачи, решать их с наставником. И есть ребята, которые уже работают над боевыми задачами и показывают очень хорошие результаты. Игорь Караганов – студент четвертого курса Нижегородского политеха. Он прошел обучение и попал на стажировку в «Гринатом». Впечатление крайне положительное, потому что каждому стажеру предоставляется возможность сталкиваться с реальными задачами. И мне это очень нравится. Человек без опыта работы может попробовать себя, попробовать свои силы. Мне работать в этой компании нравится и я хотел бы в ней работать. Кстати, статистика показывает, что каждый пятый студент, подавший заявку, проходит программу «Гринлаб» до конца. Вышла в свет седьмая серия познавательного научно-популярного анимационного сериала «Вася. Атомный движ». Если вы все еще думаете, что «Атомпром» ограничен зоной атомных реакторов, то блогер Вася готов развенчать этот миф. Атомная отрасль России подарила человечеству очень много технологий и перспективных решений. А еще выпускает умные материалы будущего. Что такое композит и почему легкую доску из углеволокна сломать совсем непросто? Смотрите в новой серии «Вася. Атомный движ». У юного блогера отлично получается вести свой канал. С ним ребята 6-12 лет узнают, чем полезны ледоколы и почему моряки зовут их ледодавами, зачем нужны плавучие АЭСы, что они умеют, как быстро люди смогут добираться до Марса благодаря ядерным двигателям, для чего врачам радиоактивные лютеции и массу других вещей. Напомню, мультсериал создан по книге Екатерины Матюшкиной «Трое в машине времени, не считая пушистого атома» и приурочен к 75-летнему юбилею атомной промышленности. Всего планируется выпустить 10 серий. За новыми выпусками можно следить на канале «Страна Росатом» в YouTube и на сайте юбилейного календаря «Росатома». И о спорте. Пять из пяти. Зареченские баскетболисты одержали безоговорочную победу в открытом первенстве города Пензы. Турнир стал для наших ребят первыми серьезными соревнованиями после длительного перерыва и убедительно доказал, коронавирусные ограничения не повлияли на спортивное мастерство зареченцев. Выиграли все пять матчей. На открытом первенстве города Пензы золотые награды завоевали зареченские баскетболисты. В четырех играх наши ребята уходили в отрыв уже в первой четверти. И дальше только наращивали преимущества. Поволноваться и спортсменам, и тренеру пришлось во время матча с пензенской командой «Броня». Самая трудная была «Броня». Почему? Потому что они много фалили, нам было больно всей команде, но мы их победили. Я был очень рад, когда мы заняли первое место. Самая сложная игра у нас была с «Броней». Но у меня было такое чувство, что мы могли бы выиграть, и нам не было бы так сложно, как на тот момент. Потому что, когда начало матча было, мы ее ввели на много очков, а потом мы, наверное, расслабились, и поэтому они нам уже набросали. И под конец мы выиграли на три очка. Победа на турнире – закономерный результат подготовительной работы. На тренировках отрабатывали взаимодействие, разбирали тактику и много внимания уделяли броскам. Задача была делать все, что было на тренировках. Мне очень понравилось, играли очень с ножем. Областные соревнования стали первым турниром после большого перерыва. С апреля по июль ребята занимались дома самостоятельно. Комплексы упражнений готовили тренеры и дистанционно контролировали правильность их выполнения. После возобновления тренировок баскетболисты участвовали в турнирах 3 на 3, где показали хорошие результаты. Теперь успешно выступили в соревнованиях 5 на 5. Игры были полезны и нам очень, потому что на них наигрался наш второй состав. Ребята очень сильно добавили за время этих игр. Было очень заметно, что у всех есть огромное желание. И прогресс от последних соревнований, конечно, огромен. Очень замечательно, что после карантина мы наконец смогли вывезти ребят. И они получили возможность соревновательной практики. Для многих ребят команды эта золотая медаль стала первой в копилке. И баскетболисты уверяют, что она не будет единственной. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Как производственная система «Росатому» помогает бороться с очередями в городской поликлинике? Об этом сразу после рекламы. Мега выгода в скидке на майонез «Слобода» 49,90. Мега выгода в скидке на. Лук-репка. 1 килограмм. 10 рублей. Суперакция в скидке на. Новости на канале «Заречный» продолжаются. У нас по традиции время встречи с гостем. И сегодня я приветствую в студии директора управления городского развития и проектной деятельности города «Заречного» Александра Мавышева. Добрый вечер, Александр Сергеевич. Добрый вечер. Итак, Александр Сергеевич, мы пригласили вас для того, чтобы подвести некие итоги большой работы, которая была проделана в городской поликлинике, с тем, чтобы немножко разрядить обстановку и уменьшить очереди, которые стали скапливаться вот в этот непростой период, когда очень много пациентов, очень много заболевших. Ну вот если в целом говорить на сегодняшний момент, как вы оцениваете эту работу, удалось вам решить эту проблему хотя бы в какой-то степени? Давайте сделаем так, что пока проект еще до конца не закрыт, и он продолжает идти. То есть сейчас мы имеем только первые такие результаты, так называемые быстрорешенные проблемы. А что удалось именно сделать, вот бери, мол, и делай. То есть, конечно, ну, отчасти, я думаю, что часть людей это тоже заметила, то, что отсутствие очередей. То есть получить услугу там продлить больничный, либо поставить печать, а также, допустим, для некоторых организаций и закрыть больничный стало намного проще. Александр Сергеевич, вот какими ресурсами удалось, по крайней мере, вот таких промежуточных итогов достичь? Все дело, как бы, как всегда, но решают все кадры. То есть понятно, что как раз без компетенции и производственного объединения «Старт», именно про технологии применения ПСР, бережливых технологий, это бы отчасти нам бы не удалось. То есть все решает именно в команде. Только именно в команде, благодаря как раз администрации, руководству МСЧ, и самый основной фактор был, это люди, которые работают именно на приеме. То есть без их отдачи, без их помощи мы бы не сдвинуться бы с места. Александр Сергеевич, как восприняли клиенты, посетители, поликлиники, вот те нововведения? Да, вы правы, то есть мы живем в такое, в непростое время, то есть мы же вот к ящикам пришли не сразу, именно в первые там две недели, то есть чтобы, ну, именно как раз отработать данную технологию, то есть мы именно вдвоем вместе с Михаилом как раз работали в этой, в коридоре именно с людьми о том, что не стойте в очереди, отдайте свой больничный лист, то есть мы и до конца, мы его сами все оформим. И даже люди живому человеку не отдавали, говорят, нет, вы что, а вдруг? То есть, ну, как бы все приходит с опытом, то есть и со временем, то есть люди должны немножко там привыкнуть и довериться на системе. Вот во время этой работы какие-то еще подводные камни обнаружились, над которыми можно дальше работать? Да, не поверите, просто сама именно методология на решение проблем, она исходит из того, что мы ищем коренную причину. И вот надо сказать, что именно наш проект был именно, но ограничен только кабинетом 135 и возникающей вот очередью. То есть основной был наш паворитет нашей работы, это как раз убрать людей из очереди, чтобы они меньше стояли в ней, меньше проводили времени. Когда мы эти проблемы раскручивали, именно борясь уже не со следствиями, а с коренными причинами, то есть часть вещей нам удалось решить локально, организационными методами. Это именно с оформлением документов, с разделением потоков на печать, отдельное продление в одном кабинете, более трудоемкие операции, как открытие больничного и закрытие больничного в другом кабинете. Также мы тоже, работая над решением проблем, мы вышли именно как раз за периметр кабинета 135, мы вышли уже и в регистратуру, мы выходим и на саму систему ведения журналов, ведения отчетности. Мы выходим как раз на именно то, что врачам неудобно, у них отсутствует доступ к этой базе данных. То есть у нас набралось порядка 14 направлений, по которым можно вести работу. Спасибо, Александр Сергеевич. Будем ждать новых успехов, в частности в работе поликлиники. Я напомню, что у нас в гостях был директор управления городского развития и проектной деятельности Александр Малышев. Ну и на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречные» и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова